Спасибо за сет. Здесь звучала не совсем та музыка, которую обычно можно слышать на твоих альбомах. И можно немного о том, что это был за материал, издавался ли он где-нибудь или будет издаваться, и в чем его концепция. Пока это довольно свежие даже для меня работы. Я относительно недавно подготовил этот материал. Вы, в принципе, наверное, первые слушатели этого. И мне интересно было оттолкнуться от моего разнообразного прошлого, как ты и писал в канале и здесь отметил. То есть у меня довольно большая история пройдена с электроакустикой, импровизациями на разных материях и материалах и даже без них. С возбуждением разных материй, можно так назвать. Но мне интересно было бы, один из материалов, над которым я сейчас работаю, он, на мой взгляд, более человека воспринимаем. И здесь я отчасти пошел в какое-то свое весьма отдаленное прошлое и попробовал поиграть что-то с джазом и с какими-то еще стилями. Я не очень люблю стилистические определения. Мне хотелось в очередной раз расширить рамки, попробовать из не каких-то конфессиональных, непринятых обществом звуков, сделать отчасти даже где-то, принять их как элементы танцевальной музыки, а отчасти те элементы, которые присущи танцевальной музыке, из них сделать какие-то куски саундскейпов и, как в моей привычной манере, все это объединить. Но отчасти сделать это более понятным, может быть, слушателю. То есть в этом плане даже для меня больше проработка материала, что я там где-то в какие-то недры лезу, но в целом он, на мой взгляд, он должен быть более доступен, чем был раньше. Хотя, в общем-то, там все те же идеи, они остаются. Это созерцание внешнего, это одновременно созерцание внутреннего, перемешивание этого, склеивание этих переживаний. Но отчасти здесь есть какие-то функциональные моменты, свойственные, наверное, не совсем той отрасли, в которой мы привычны для нас, импровизационная музыка или что-то такое. Вот, ну, вот такое у меня. Для тех важно, чтобы музыка рассказывала какую-то историю, имела какую-то концепцию, это принципиально, или она может существовать как что-то абстрактное сама по себе, ни с чем не ассоциируясь с конкретным. Вот, например, сегодня была заявлена тема забвения, на этой теме была построена. Да, так как мы имеем дело, в моем случае, с концепциями, которые не описываются стилями, и я не очень это люблю, то для меня вот тема забвения, которая такая намекает на что-то, на что-то более, точнее, менее прозаическое, возможно, она вот, ну, нашла отражение вот в таком развитии. Что касается ассоциативных моментов, ну, как бы я оседлаю тут своего конька любимого. На мой взгляд, наше, все зависит от конкретного человека, от конкретного восприятия любого человека. У него есть свой ассоциативный запас на слушанность, на смотренность, понятный какой-то ему круг, который, с которым он работает. Вот, и что интересно, да, мне даже в данном случае интересна ситуация с интервенцией. То есть я беру какие-то, отчасти даже клише, и в них, как бы, встраиваю какие-то свои мотивы, которые до этого находили отражение в каких-то таких электроакустических полотнах. Но это все продолжение, да, этой истории, то есть смешивание хай-броу и ноу-броу. Вот, потому что, ну, как, например, я писал в канале, там отчасти совсем, да, прозаично, может быть, это прозвучало, там, в сравнении с классической музыкой. Я понимаю, что мы уже живем давно в неком метамодерне, который не заявлен, и про который нет, на самом деле, даже никакой теоретической базы, кроме одной статьи, да, двух авторов. Но что меня подкупает, это то, что во всей этой истории в ней отвергаются какие-то идолы, и мы приходим к тому, что, на самом деле, все смыслы, они равнозначны, да, в них есть горизонталь, а не вертикаль, то есть обычно, как бы, кто-то кому-то снисходит сверху вниз. Меня эта ситуация никогда не устраивала, она мне не нравилась, поэтому в данном случае, ну, отчасти я там по заветам, не знаю, Марка Фелла замешиваю вот что-то вот все вместе. А ассоциации у каждого свои, каждый в этом найдет. Понятно, что когда мы говорим, ну, приходим в ситуацию, где есть много тонального чего-то, да, какой-то тональной массы, то переживания определенные легче вызвать, чем когда их нет, потому что там переживания, они уже исходят из вот включенной цепочки ассоциаций, которая у каждого своя, то есть у кого-то плеск воды ассоциируется с отдыхом в Таиланде, а у кого-то плеск воды ассоциируется с потопом, в котором там утонули его родители. Ну, то есть это, ну, это вот полюса, но они, тем не менее, могут в одном и том же каком-то звуковом слепке вызывать совершенно разные чувства и ощущения. И как этим управлять, даже не управлять, а правильное слово, вызывать определенные состояния, и можно ли? Ну, этот вопрос открыт. С помощью тональных понятно, что можно, да, на самом деле на этом все построено, эта концепция, но тональная музыка, в чем ее главный отрицательный момент, с моей стороны, она вызывает всегда однотипные ощущения, да, то есть если ты хочешь, то ты их, я не говорю здесь, да, там вот эти все пресловутые минор-мажор, но как бы тональная масса, она нами управляет. Мы определенным образом сразу понимаем, вот это, вот это, все, это равно вот это. Ну, вот в моем случае я пытаюсь как бы иногда как бы уходить, да, куда-то от этого вот в стороны. Не знаю, насколько как бы именно этот материал он отражает, то, о чем я сейчас говорю. Это, наверное, скорее мне у вас надо, да, спрашивать, а не вам у меня, потому что я в данном случае как бы вот отдал, да, то, что вернется, я пока не знаю. И мне даже это, ну, как бы любопытно, что там получилось с другой стороны. Еще частично в тему ассоциации, в видеоряд. Когда мы готовили этот концерт, обсуждался вариант пригласить видеохудожника, который бы сделал видеоряд, или использовать твой. И тут мнения несколько разделились, но, насколько мне известно, ты был за то, чтобы пригласить человека. Да, я люблю сотрудничество, вот, в разных, в разных его проявлениях. И мне, конечно, интересно было бы, да, там, какие-то интерпретации, вот. Но в данном случае вот пока такая ситуация. Даже если считать, что человек вообще не особо знаком с музыкой, это так даже и интереснее. Конечно, да, это наоборот, мне кажется, даже какое-то столкновение смыслов, оно дает новую какую-то вот линию, да, там, выхода в какое-то другое измерение, будем так, если можно сказать. А вообще, как считаешь, почему электронная музыка вообще в самых разных своих проявлениях почти всегда стремится к какой-то визуализации? Ну, понятно, есть какие-то стадионные коммерческие истории, где нужно просто делать зрелищное шоу, Ну, а есть вот такая музыка для внимательного вслушивания, и там тоже практически, ну, очень часто, почти всегда используется какой-то видеоряд. И чем опыт ее живого прослушивания отличается, скажем, от опыта прослушивания академической музыки, где вроде бы тоже ничего на сцене особо не происходит, никакого шоу нет, но там обходится без видео. Я думаю, что в основе и того, и другого подхода лежат манипуляции с вниманием. Вот, то есть манипуляции в чем выражаются? Во-первых, ну, большинство музыки, я не люблю критику, но большинство музыки, с которой мы сталкиваемся, и которая визуализируется, она скудна, и для того, чтобы ее дополнить, нужно визуальный ряд, чтобы как бы забить пространство восприятия какими-то образами, да, и потому что иначе внимание начинает блуждать, люди достают телефоны, и у них всегда есть выход, да, куда-то там еще, в какое-то еще измерение, которое всегда вместе с нами сейчас находится. Что касается академической музыки, уловка наоборот. То есть так как там также может быть либо много смыслов, либо мало, возникает эффект слепоты или глухоты. Не знаю, знаете ли вы или нет, но если у человека отсутствует какой-то орган восприятия, то у него компенсация происходит, то есть у слепых более, они как бы более чутко слышат, да, глухие, наоборот, у них более, там, не знаю, ну не синестезия, понятно, ну какие-то у них может быть дополнительные еще эффекты появляются. Недавно я узнал о том, что, ну вот вопрос скорее с инклюзивным восприятием этого мира связан, это у людей, у которых нет вообще органов восприятия, кроме тактильных ощущений, которые рождаются слепо-глухо-немыми. У них оказывается очень богатый внутренний мир. И когда им говорят, ребята, мы вам с помощью чат-GPT сделаем глаза, и вы будете видеть, на самом деле это тоже отчасти манипуляция, потому что у них никто не спрашивает, как вы там внутри. А им может быть все там кайфово, они с этим родились. У них единственный орган восприятия — это, в общем-то, вот физический мир. И мы, получается, отнимаем. Вот здесь те же самые моменты. Если все-таки мы имеем дело со звуковым, с чем-то, то я раньше в некоторых случаях, конечно, использовал звукоряд, какие-то эффекты, но по большей части предпочитаю не использовать. Тогда концентрация на звуковом, она выше, безусловно. Это помогает больше погрузиться в то, что происходит со сцены или с какого-то другого источника звука. В твоей музыке часто происходит синтез звуков естественного происхождения, синтетических, плюс еще какие-то акустические инструменты, полевые записи. И все это звучит так, как будто оно так и должно звучать, что вот это все единое целое, и тут отличить, где здесь естественное, где искусственное, становится трудно. А вообще, как ты считаешь, насколько правильно разделять естественное и искусственное, созданное человеком, и природное, если мы понимаем, что человек — это тоже часть природы, что это, скорее всего, не венец творения, что, может быть, какая-нибудь высокоразвитая цивилизация за нами наблюдает, как за... Уже, да, после каида и... Сверушками. Да, они уже летят, да. Трисолярис, да, ждет нас. Ну да. Ну и вот не является ли это таким проявлением высокомерного антропоцентризма, от разделения на естественное искусственное? Ну здесь пока как-то сложно спорить с физикой, да, а физика говорит о том, что все мы произошли из звездной пыли, и вот как-то венец творения или нет, сейчас разные есть объектно-ориентированные антологии и подобные ситуации, когда там вот человек, он слишком, типа, много на себя взял, и вот давайте как бы со стороны слизи поговорим, да, умные, как это все, вот проекция с другой стороны. Вот. Я отчасти тоже, ну, много вот таких теорий воспринимал и был, естественно, им подвержен, и мы много с разными моими сотоварищами какие-то такие штуки обсуждали. Вот. Ну, мне нравится, опять же, ситуация, как бы, когда вот высоколобая и, хотел сказать, исподняя смешивается, ну, как бы, да, там что-то, что-то, что не считается высоколобым. И как-то-то у меня брали интервью, я, как бы, говорю, я не дискриминирую звуки, да, мне нравятся они все, вот. Сегодня я очень увидел интересный пример, он был чем-то похож. Мы когда ехали в Сапсане, я еще, ну, из-за чего это, это скорее мое внутреннее, да, такое, я люблю наблюдать за чем-то, за природой, за людьми, за какими-то историями, которые происходят за птицами. Вот сегодня я наблюдал из Сапсана за облаками, они были очень живописные, и мне показалось, ну, то есть, был интересный эффект, я сразу, как бы, историю расскажу. То есть, мы ехали, ну, Сапсан довольно быстро движется, облака, соответственно, тоже как-то двигались, но некоторые из них, так как многоярусные, они, некоторые, как бы, оставались неподвижными, а некоторые двигались, может быть, в противоположную сторону от моего движения. Но был интересный эффект, когда появлялись деревья или столбы, то возникало ощущение, что облако, которое статично находится, так как оно из-за размеров, оно статично, оно большое, и оно, естественно, не движется, как Сапсан с такой же скоростью, оно начинало двигаться. Вот, и поэтому вот я вышел из ситуации, и вообще из, как бы, одной из сцен, когда там дроны, соответственно, да, неподвижность, вот это вот что-то замерло, очень сложно увидеть в этом вообще какое-либо движение, то есть это тебя немножко приземляет, появляется вся там хтонь и тому подобное. Мне как-то вот чего-то в этом не хватало, мне казалось, что это тоже отчасти манипуляция, какое-то состояние там выражено, и я начал работать, вот, собственно, с элементами, которые создают движение. То есть когда ты на неподвижное накладываешь что-то, что наоборот подвижное, то и в этом они как бы начинают работать вместе, и между ними возникают какие-то трения, сгустки, противоречия, взрывы, и они начинают вместе жить. То есть если это все разделить отдельно, то на слои, да, то получится, зачастую я вот работаю в том числе с полиритмией, и полиритмия, она вот в этом заключается, что как в природе, то есть когда птицы поют, нам кажется, что, ну, это какие-то случайные звуки, на самом деле там есть определенная логика поведения, и вот эти элементы, они могут перекликаться между собой, и большие объекты, они могут начинать выглядеть и звучать по-другому, когда рядом с ними появляются другие мелкие объекты. И вот таким образом происходит как бы конструкция, да, то есть что-то наслаивается, что-то другому, как бы жизнь сообщает какие-то элементы, и вот какая-то моторика внутри этого. Вот, ну, так как мне самому было это интересно слушать, то я вот подумал, что, ну, на самом деле, отчасти это может быть и каким-то авторским почерком, если это можно так назвать. Вот, собственно, так. Вот тема пандемии прозвучала. Насколько я понимаю, для тебя в твоей музыке важную роль занимают путешествия, какие-то места, там, звуки из этих мест, атмосфера, музыкальные инструменты. А вот когда мы оказались в реальности 20-го года, и этот опыт оказался, как-то повлиял на музыку, на ее характерное сочинение, может, он был по-своему вдохновляющим? Тут я коротко отвечу. Да, был вдохновляющим, появилось очень много музыки, высвободилось много времени на то, чтобы доделать что-то, что не было доделано, собрать то, что не было собрано, на чем-то сконцентрироваться. И, ну, я большую часть времени из двух лет, почти год провел в доме, который в заповеднике находится. Ну, соответственно, я очень много наблюдал за какими-то объектами, которыми раньше не интересовался. И да, новые впечатления появились, и они как-то, да, тоже отразились. А к вопросу о полевых записях, например, в одном из моих проектов, я рассказывал это в проекте SET, где мы работали раньше много с пленками, у нас была ситуация, что мы в разных местах на диктофоны записывали тишину, и на одном из фестивалей сыграли как бы микс-тейп из звуков тишины. У нас порядка 36, по-моему, кассет было или 40. Но это вот предыдущий, да, The Tape Hood, когда был, я про это рассказывал. То есть вот у меня отношение такое, что иногда для создания какого-то вот… ну, как будто надо вдохнуть, да, там вдохнули жизнь. То есть иногда достаточно, да, краткого какого-то момента с тишиной, с какого-то места, и оно уже создает определенную ауру вот внутри звукового пласта. И для записи таких звуков тут и не важно, какое оборудование при себе. То есть может быть это просто запись на смартфон, и она тоже пойдет. Да, да, да. Ну, часто бывает, часто бывает, говорят о ситуации, что, опять же, чтобы быть художником, нужно у тебя какие-то правила, ты должен, ты там, вот какие-то требования. Но для меня довольно все просто. Любой человек может стать, если он назвал себя художником, он может, или звуковым художником, у него есть главный инструмент, это его выбор. Он выбирает звуки. То есть диджей выбирает звуки, художник выбирает звуки, музыкант выбирает звуки. Всегда есть выбор тембра, выбор какого-то кусочка тишины. То есть вот это на самом деле главная функция. Это главное, что мы можем делать, а на чем, как мы будем записывать, на диктофон, на телефон, на плеер. То есть это уже другое. Там нужна какая-то сатурация, естественно, пожалуйста, возьми диктофон. Нужна сатурация, естественно, чтобы было охрененное качество, возьми нагру, там еще что-то. Будет круто. Ну, то есть вот те самые голоса, полевые записи, голоса деревьев, дельфинов, рыб каких-то там, то, что записывали раньше, это был магнитофон награ, который на самом деле репортерский, то есть для записи голоса. Но записывал он так, что там мама не горюет, там все слышно до сих пор, вот 56-го года какие-то пластинки, слушаешь и думаешь, ну, там простой микрофон, простой магнитофон, ну, вот, поэтому главное намерение, да, то есть есть что-то под рукой, хочется вот этого, пожалуйста, везде записывай, выбирай, нарезай или не нарезай, публикуй, вот, больше, больше как бы энергии творческой, вот она, самовыражение, она вот может и таким образом выходить. Ты в своем телеграм-канале недавно рассказывал о том, что дав системы вроде Pro Tools навязывают автору какую-то систему мышления временного и, как я понимаю, делают его музыку предсказуемой. Можешь пояснить, в чем это проявляется, вот это навязывание, и как для себя находишь выход из этой ситуации и нужно ли его искать? Да, 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 ну, в данном случае, в данном случае, вот, весь этот диспут, он начался, на самом деле, лет 20, по-моему, назад, где-то на каком-то форуме в Аблетоне, и там ребята, которые разработчики Аблетона, они написали, что, ну, ну, чтобы вы понимали, да, ну, вот наш продукт, он, как бы, вы его просто включаете и и понеслась. Он сам за вас, да, как бы все напишет. То есть вы в каком-то плане не нужны. Вот, это был, это прям был вброс, по-моему, на Лейк, это Ханки, я не помню, да, кто, вот, по-моему, у него даже есть такая статья. То есть с этого началось осознание того, что любой инструмент, это не только ты на нем играешь, но и он на тебе, да, у тебя всегда есть обратка, вот эта обратная связь, которая ты, как бы, заинтересован в нем, но у него есть свой характер, и тебе надо его принять, и он на тебе тоже играет. Вот, в моем посте там речь шла про таймлайн, про сетку, вот, про, не в том плане, что это какой-то там доктор зло там, или вообще зло, или проекция зла мирового. Ну, хочется тебе работы с сеткой, вот, но всегда стоит помнить, что дети маленькие, например, они познают мир следующим образом, они через физические объекты это делают, то есть, как бы, вот, маленькому человеку даешь красный кубик, и он понимает, мир существует. Так и здесь. Если мы хотим держать кубик и понимать, что этот кубик, и есть четыре четверти, да, и есть кубик, и мы его будем держать долго, то мы пока остаемся в тех самых маленьких штанишках. Если мы хотим, как бы, отпустить кубик и все равно понимать, что мир существует, то вполне достаточно, как бы, нарушить какие-то правила, для этого они, на самом деле, и существуют, да, чтобы разрушать, нарушать и пробовать уходить от них и, как бы, работать с теми же самыми системами, но не по их правилам. Вот. То же самое касается инструментов любых. Ну, в данном случае вот у меня такой сетап. Они все накладывают свои, какие-то свои ограничения на тебя. Вот. Ну, внутри ограничений, естественно, есть туннель, который тоже можно разработать. И всегда из него есть выход, когда твое воображение живо пытается найти этот выход и сделать не так, как заложено, или не так, как в том ролике на YouTube, который ты посмотрел. Ну, то есть это наработки, как бы, со временем приходят. Просто, когда много что-то делаешь, возникает вот желание по-другому на это взглянуть, со стороны, как бы, тыльный иногда. Ну, вот как-то так. А по сетапам, что больше предпочитаешь, железо или цифру? Или от ситуации? Да, вообще, это просто от ситуации. У меня есть как бы один проект, который полностью, вот, там, Max MSP, цифровые синтезаторы, типа, ну, вот полностью цифровой синтез, и ничего. Ну, вот в данном случае это вот такая ситуация. То есть, ну, как бы, мне нравятся разные, и акустические инструменты, и какие-то металлические объекты с большим количеством обертонов, которые просто бум, и все, и ничего не нужно, ничем дополнять. Вот, ну, от ситуации к ситуации. Вот, раньше, да, ну, у меня есть приятель, вот, Йошуа Машида, он в 90-е годы до популяции хангов, он пытался стилпен перепридумать и сделал такое устройство Аморфон. То есть, это стилпен, но у него а тональная вся архитектура. Там нет тональных звуков. И мы с ним несколько, у нас было ряд сессий, он приезжал в Россию, я там, ну, мы как-то где-то встречались. И вот, собственно, с такими объектами тоже было интересно взаимодействовать. Я играл на каких-то гуслях, он играл на вот этом. Все это еще как-то обрабатывалось, иногда не обрабатывалось. Ну, то есть, раньше я довольно много вот практиковал такого. Сейчас как-то мне вот интересно вот с такими устройствами поработать. Есть, да, есть проект Курвин Шрайбер, вот недавно вышла пластинка, там, ну, там как бы этот уровень вот обработки и уровень освоения устройств, он зашкаливает. То есть, там слишком много всего. Вот. И на четверых человек у нас там очень много разных приборов. Ну, собственно, это видно из материала, слышно, что там уровень взаимодействия даже между этими приборами очень высок. То есть, какие-то много событий происходит. Иногда не понимаешь даже сам, да, что там вот внутри этих объектов, как между ними электроны, как там взаимодействуют. Ты разделяешь для себя композиторскую и импровизаторскую составляющие в музыке или просто одно перетекает в другое или в одних случаях одно, у других другое? Да, я допускаю, естественно, уход от материала, чтобы он был более живым, ну, в каких-то проявлениях. Вот. Но в последнее время у меня много работы с нотациями. То есть, я делаю много записей, рисую какие-то графики, придумываю какие-то новые способы взаимодействия с самим собой через картинки, чтобы они в определенный момент давали мне триггер. Я там где-то прерывался, где-то еще что-то делал, какие-то делаю себе записи. Вот. То есть, ну вот, можно назвать это работой с композицией. Недавно вышла компиляция на лейбле Synthetic Liquid с твоим треком и ее особенность в том, что она вышла в NFT формате и, как я понимаю, ты это считаешь будущим, форматом будущего для распространения музыки. А он сейчас показывает себя уже как что-то, что действительно работает, как предполагается, или пока еще люди не дошли до понимания этого? Да, была беседа вот у нас с Кириллом накануне выступления. Это очень большая тема. Я приглашаю просто всех, кто будет смотреть видео или в зале, находятся к себе в канал, который называется САД в Телеграме. Я думаю, что я на эту тему сделаю несколько сообщений. Вот. У меня был канал отдельно, в котором я писал про блокчейн и искусство в блокчейне. Вот. Потом моя работа в нем на какой-то срок прервалась. Но сейчас я думаю, что я эту тему буду тоже освещать. Я, ну, в целом, у меня как бы не настолько оптимистический взгляд. Я не считаю, что это будущее. Наверное, это настоящее. То есть уже можно говорить о будущем в Веб-4. Хотя, то есть Веб-3, он параллельно существует и пытается сейчас сделать из тех сервисов, которые нам сейчас привычные, то же самое, только, ну, просто способ входа будет другим. Там единый ID, какой-то кошелек с какой-то определенной валютой. Все это будет унифицироваться и в конечном итоге комодифицируется, превратится там в некий, опять же, Веб-2, более понятный, но немножко с другими способами входа, более интересными технологиями, которые можно влиять на физический мир. даже в работе со звуковыми объектами. Почему вот этот сборник вышел там? Потому что у большинства музыкантов есть болезненная тема. Это возврата внимания публики в виде денежных средств, отчасти, чтобы музыканты могли дальше развивать свою историю и свой почерк и свои работы. В большинстве платформ Веб-2 к ним есть очень много вопросов, потому что они, на самом деле, большую часть заработка забирают. Потом еще есть другие институции в виде лейблов, которые тоже забирают. В итоге до музыкантов доходит критически малое число тех самых единиц, которые бы он ожидал. И это отраслевая боль. Вот отчасти блокчейн пытается это решить. Но решает он таким образом эту ситуацию, что он оставляет за кадром публичные пространства, публичные выступления, публичные вещи типа бесплатных. То есть, например, в блокчейне решить ситуацию как бы с бесплатным чем-то, ну, наверное, это было бы странно. То есть там можно, конечно, придумать стратегию, но по большей части, большая часть истории заключается в том, что за каждое действие происходит списание чего-то. Более того, за каждое действие в любом случае будет происходить списание, потому что большая часть блокчейнов работает по технологии, которая предполагает списание средств за газ, так называемые. То есть за любую транзакцию, за вписывание информации в блок, в новом, или смарт-контракт в новом блоке, в блокчейне, нужно заплатить деньги. Это кто-то должен сделать. Либо художник, который предложил свою работу, либо тот, кто ее сминтил, купил. Ну, в общем, там свой есть лексикон. Я не буду сейчас его затрагивать. Поэтому там тоже есть много к этому вопросов. Это не идеальная система, но она горизонтально устроена, децентрализована, распределена, и в ней есть один неоспоримый плюс. Она никак не связана с иерархиями. Вот. В блокчейне много денег. Там есть вот эти те самые пресловутые фонды типа BlackRock. Они покупают много криптовалюты и делают ставку на определенные виды криптовалют и пытаются манипулировать, то есть делать те же самые шаги, что происходит в привычном нам финансовом пространстве. Но, тем не менее, там есть вариант развития горизонтального, в том числе для музыкантов. И это большой плюс. Когда влияние кого-то сверху, оно, да, оно… Его невозможно осуществить практически. Ну, только там на каких-то биржах, про которые как раз много новостей. Потому что там, очевидно, можно произвести влияние на централизованные биржи. На децентрализованные никак нельзя, потому что непонятно, кто это. Кто, что сделал, там, никнеймы. То есть это как раньше было на заре, когда у всех были никнеймы, живые журналы. Вот что-то такое, да, какие-то зачатки. Ну, то есть для блокчейна характерна именно такая философия. И вот это мне близко. И еще один вопрос меня интересует. В 2020 году у тебя вышел альбом «Натур симфония» номер 3. Сразу номер 3. Потом через какое-то время был номер 1. И на этом пока все. А почему такая последовательность? И будет ли номер 2 или еще какие-то… Да, я есть на «Натур симфония» номер 2. Вот она есть. И, ну, наверное, тут как бы вопрос издательского релиза. То есть релиз в данном случае это как бы… Или дилей, да, то есть это какого-то запаздывания. Я приоткрою как бы еще такую завесу, что вот в мире современной, ну, по крайней мере, мне близкой электронной музыки или можно назвать ее экспериментальной. Не очень люблю этот как бы стикер. Вот. Есть момент, когда некоторые релизы, они могут увидеть свет спустя энное количество лет даже. Да, то есть, например, вот пластинка, которая вышла в прошлом году на лейбле «12-й остров» в Шотландии у нас, она, ну, готовилась в течение почти там четырех или пяти лет. И издание ее, естественно, было стагнировано там ковидом, очередями на заводах, тому подобными историями. И тот материал, который вот… О, у него вышел новый альбом, там, вау, охренеть! А это работы там 10 лет назад были сделаны. То есть это вполне нормальная история. Вот в этом плане блокчейн, он прям рвет все, потому что ты, ну, у тебя, пожалуйста, ты хочешь физический носитель, это можно, конечно, осуществить, вот. Но и там тоже с этим можно работать, но все очень подвижно и быстро, да. Вот эти бурления, они там практически раз-раз залил, все у тебя тут сам залил, купили, сментил, написал в Твиттере там что-то, все, событие произошло, все запустилось. А на следующий день уже новый релиз. И там как бы все вот это вот очень динамично и подвижно. Вот. То есть, конечно, из Бэнкэмпа можно такое осуществить, но там немножко другие как бы условия. Вот. Поэтому то, что есть теневая история у людей, которые что-то плодят в студиях и в своих спальнях или где-то в других местах, это у них есть много материала. И вот он им больше, более релевантен в данный момент, чем какой-то релиз, который вышел, потому что они его сделали два, три, там, год, ну, даже если полгода назад, то абсолютно точно кто-то сейчас работает уже совсем другим материалом. Ну, то есть вот это для меня, например, свежий материал. Есть энное количество материала, которые я сделал, вот на тур симфонии, они все есть, но просто где-то они там вот лежат и ждут чего-то там, ферментируются. Может, еще у кого-нибудь есть вопросы? Да, было бы интересно, да, может быть, кто-то хотел. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на каком уровне вас интересует иллюзорность и как вы ее используете в целом? Ну, я вообще мастер иллюзий. Вот сегодня, например, я вот часть публики растворил, ее нет, но она незримо присутствует. Вот, да, мне очень интересно, как бы, как люди воспринимают этот мир, и я очень живо этим интересуюсь и пытаюсь отражать это в своих работах. Вот, и, ну, как-то, главная, наверное, иллюзия моя в отношении самого себя – это не закостенеть в каком-то одном паттерне, не залипнуть в янтаре и продолжать просто из него выбираться постепенно, хотя он довольно липкий бывает. Вот, потому что ты сам можешь пребывать внутри, в определенной иллюзии в отношении себя и внешнего. Вот, но часто эти шоры, они спадают, когда ты встречаешься с реальностью. Так вот, надо больше встречаться с реальностью. Она нам помогает, да, работать с иллюзиями. Да, ну, да, из одной иллюзии скорее в другую попадать, потому что, вы знаете, да, наш мозг, он нас все время обманывает, и мы видим не то, на самом деле, что вокруг нас. Я вот, например, спрашивал, И смысловые, и когнитивные тоже, да. То есть у меня, я еще и отчасти преподавательской деятельностью занимаюсь, и есть момент, связанный с тем, что мы, на самом деле, довольно плохо слышим и видим. И разные существа, которые нас окружают, их восприятие этого мира очень сильно отличается от нашего. И те звуки, и визуальная, и визуальная часть, которая есть, она тоже очень сильно отличается. И вот мне импонирует подход, когда мы из других миров можем брать что-то и показывать это людям, и создавать таким образом какой-то такой, можно назвать его, фазовый переход из одной иллюзии в другой. Потому что все процессы, которые у нас есть, это процессы, которые нам дала эволюция. И эволюция, она, конечно, тоже ошибается, но она очень иногда медленно исправляет свои ошибки. Поэтому, да, когда у нас там есть два глаза, и часть пространства мы не видим, и мозг их достраивает за нас, это наша реальность. С восприятием слуха там тоже очень много и всяких трюков. Спасибо еще раз за отличный сет и за интересную беседу. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...